Всем привет, друзья! Вы на канале Студия Узайца. И сегодня очередные заметки для аниматоров. Это не призыв к действию, это всего лишь рекомендации, ну или какие-то лайфхаки, которые были мною уже замечены неоднократно при работе с детьми, ну или аниматорами, в которых я видел, как работают. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписались, и поддерживайте меня лайками и комментариями. Это помогает выпускать новые видео, которые мотивируют меня, а я мотивирую тебя. Поехали! Грамотное видео. Девочки, вы упали. Как я уже говорил неоднократно, у каждого аниматора должна быть своя фишка. Это может быть абсолютно любое действие, которое у вас получается больше всего. И сразу, первая заметка, придумайте свою фишку. Фишку аниматора. Пользуйтесь ей обязательно. Не надо обманывать заказчиков. Говорите всегда без преувеличения. Если вы будете называть вещи своими именами, у вас больше шансов продать программу очередной раз. Проводите программу с музыкой. Когда вы едете на праздник, обязательно свой реквизит запихните в какую-нибудь яркую, красивую коробку из-под игрушек. Ну или, по крайней мере, можно пошить специальные мешки для реквизита. Не нужно таскать это в каких-то сумках, пакетах, ну или, может быть, в рюкзаках своих. Это все в прошлом. Это было 10 лет назад. Поверьте мне, я точно знаю, как делал это я. В каждый квартал придумайте разнообразные сувениры или подарки, которые будете дарить своим заказчикам. Это увеличит ваши шансы. И, может быть, в этом квартале вас вспомнят в следующем году. Очередная заметка в том заключается, чтобы вы не копировали полностью своих коллег. Все, что вы видите, все, что вы находите, все, что вы слышите, обязательно переделывайте, составляйте, обновляйте, апгрейдите эту ситуацию по-другому. И преподнесите ее от себя. Таким образом ваши программы будут разнообразны. Даже в вашем небольшом городе, ну или в большом городе, вы смотрите на тех, кто топ, но при этом, если вы их скопируете полностью, они скажут, да, мы видели вот, и смотрите, они уже это делали. Вот чтобы такого не было, придумайте. Вы должны думать своей головой. Еще одна заметка, которую я заметил у своих коллег-руководителей, что они работают с одним и тем же возрастом детей. В моем случае мы работаем с детьми разного возраста. От малышей до тинейджеров. Тинейджеры имеются в виду 14 примерно лет. Вот до этого возраста мы работаем. Потому что, как вы можете наблюдать, у меня на канале даже большинство видео выпускается именно для взрослых. Ну и малыши тоже у нас есть, просто с малышниками приходится работать больше как сюсюканье. Ну что я об этом говорю, вы по-любому все это знаете, так как применяете для малышников все самое яркое и все самое крутое. Еще одна заметка, это съемка видео под календарные праздники. Я не говорю что-то глубокое, большое, снимать сюжеты. Нет, вы просто можете надеть на себя тот образ, который подходит лучше всего вашему лицу и вашему телу и вашему духу. И этим образом отснять календарные праздники, видео поздравления, которые вы сможете разместить в своих соцсетях. С минуты начала праздника забудьте обо всех ваших проблемах. Это только усугубит проведение. Если вы проводите праздник, вы проводите его праздник здесь и сейчас. Завтра может не наступить мультики. Смотрите мультики и старый и новый, ходите в кино. А сейчас будет сложная заметка. Заметка связана с видами программ, которые вы проводите. Вот возьмите ручку и напишите те программы, которые вы проводите сейчас для ваших детей. И напишите программы, которые вы не проводите. Вот только уберите не и проводите эти программы. А эта заметка подойдет каждому аниматору, будь ты опытный аниматор, будь ты новичок, не надо гнаться за играми. Друзья, когда вы гонитесь за играми, которые провести необходимо для детей, вы теряете свое собственное мышление. Поняли что за заметка? Если нет, то комментирую. Собирайте идеи. Субтитры сделал DimaTorzok